В Тюмени машина убила своего хозяина. Трагедия случилась на парковке во дворе дома по улице Спиранского. 21-летний тюменец ремонтировал автомобиль Toyota. Неожиданно машина начала самопроизвольное движение. Молодой человек попытался остановить ее руками, но упал и был зажат между Toyota и другим автомобилем. Водитель скончался. Обстоятельства ДТП выясняются. В Салихарде мужчина признан виновным в смертельном ДТП. 26 января водитель коммерческой организации ехал на КАМАЗе по автодороге с Салихард аэропорт. Зная о неисправностях машины, он разогнался и грузовик занесло на скользкой дороге. В результате на встречке КАМАЗ врезался в Фольксваген. Водитель лихового автомобиля погиб. Виновнику ДТП суд назначил три года в колонии-поселении. И лишил на шесть месяцев права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами. В Нижневартовске прохожие заметили в открытом окне многоэтажки маленького ребенка. Он находился в квартире на восьмом этаже. Дверь никто не открывал. В итоге с девятого этажа по веревке спустился сосед. Оказалось, что ребенок был заперт дома один. По информации ОМВД по Югре, сотрудники полиции сейчас проводят проверку по факту оставления ребенка матерью. В отношении 24-летней жительницы Нижневартовска возбудили административное производство. Женщина поставлена на профилактический учет в полицию, как неблагополучный родитель. Полгода может провести под арестом житель газовой столицы за то, что ругался нецензурно на мирового судью при исполнении им должностных обязанностей. По данным следствия, инцидент произошел 8 августа этого года. Во время заседания местный житель, будучи привлеченным к административной ответственности за правонарушения, начал оскорблять судью. Позже выяснилось, что так он делает не в первый раз. Предыдущий случай произошел еще в 2021 году. Стражи порядка возбудили уголовное дело. Скверно слово, рецидивиста ждет очередной суд. Мешки с некурительным табачным изделием на свай общим весом 1 килограмм не впустили в Россию тюменские таможенники. Авиапассажир из Таджикистана привез его в багаже и направился в зеленый коридор с ургутского аэропорта. В результате досмотра таможенники выяснили, что с собой мужчина привез два пакета, содержимое которых в 4 раза превышает норму провоза табачной продукции для личного пользования. На свай был изъят, а в отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении. Его ожидают конфискация и штраф. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире.